Девчонки О, уже у нас за окном салют Восемь, семь, шесть, четыре Ура! 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 2020 год наступил У нас за окном салют, 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 стреляют С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Счастьем! Ура! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! И так и запиши. 90% капитана завещаю в руку иметь прием. Просто волшебство. А, так она хочет стать поваром. Мы и такой фильм нашли, смешной. Очень смешной фильм. А вы кто? Я плитыкин, Семенов. Цедатель фонда природы. Достойный наследство оставили в любом возрасте. Да, вы жители. А мы формальности, я вам не думаю, что это легко уладить. Я очень доволен. Я очень доволен. Особенно фаршированные телятина вам удалась. Спасибо. Я ничего не могу сделать. Вот возьми, пожалуйста. Тебе пригодится. Всем-всем добрый день. Нью-Йорк с вами. Зима 2020 года. Так непривычно произносить эти цифры. Но ничего, привыкнется, привыкнется. Ну, вот и наступил Новый год. Прошла новогодняя ночь. У вас, я уверена, что прошла новогодняя ночь с волшебством, сказочно, неповторимо. По-семейному, может быть, даже. Может быть, даже в таком тёплом, тихом уюте, как у меня это произошло. Но было какое-то волшебство, безусловно. Было здорово. Спасибо тебе, новогодняя ночь, что ты была. А на следующий день все проснулись. Конечно, проснулись поздно. Я так думаю. И мы тоже припозднились. Долго поспали, проснулись. И что мы увидели вокруг себя? Так же день начался. Так же жизнь идёт. Так же жизнь кипит. Везде и повсюду. И вроде как немножко отрезвление такое пришло. Так. Вот вроде ждём, ждём мы чего-то в новом году. А начался он обычным днём. Первое число, второе число, третье число. Многие уже работают очень активно. И начались опять такие житейские проблемы. Которые, конечно, исполнится ваше желание. Задуманное ваше всё исполнится, безусловно. Но, как говорится, на Новый год надейся, а сам не плашай. Ноги в руки и вперёд. Волшебство и исполнение желаний делаем всё своими руками, ногами, головой, языком, не знаю, мыслями, какими-то поступками. Ну, чем угодно. Только мы всё делаем своими руками. Начались опять какие-то семейные хлопоты, какие-то рабочие будни. Закончатся каникулы, учёба начнётся. Да, мы хотим хороших отметок, но надо постараться. Да, мы хотим новую квартиру, но надо на неё заработать. Да, мы хотим путешествовать, то на это тоже надо денежек заработать. А денег-то хочется побольше. А волшебства-то, вот так деньги-то с неба не падают. Чтобы своё волшебство получить, мы должны сами о себе позаботиться. И позаботиться о своих близких, если они нуждаются в нашей заботе. Ой, я тоже утром встала и думаю, так, волшебная новогодняя ночь. Так было здорово. А сейчас думаю, утречком-то думаю, так, кофе вкусного. Надо своими руками приготовить этот кофе, чтобы он был волшебный. Запах волшебный. Своими руками готовишь кофе. Что-то хочется увидеть приятное для своих глаз. Опять что-то делаешь своими руками. То есть, ребята, берёмся активно начинать год, чтобы все наши желания исполнились. Главное верить в это. Главное действовать. Не откладывать на потом. Или какая-то вот неуверенность бывает. Знаете как? Нет. Идти на пролом и всё. Конечно, вы скажете, легко сказать. Да нелегко сделать. Правильно. Нелегко сделать. Вот поэтому один человек выживает легче, чем другой. Один человек устраивается быстрее в своей жизни и что-то, какие-то трудности преодолевает, чем другой. Все мы разные. И у каждого, как я уже сказала в поздравлении, свои желания, которые, естественно, нужно адаптировать к своему характеру, к своей сути, к своим... Понимать свои способности, понимать то, чего вы можете реально достигнуть. Потому что, если вы будете, например, мечтать о каком-то, таком, не знаю, деле своём, что-то совершить, а в итоге-то вы это не совершите, вы очень разочаруетесь в жизни, потеряете веру в себя, что вы, допустим, захотели вы купить какую-то квартиру или дом какой-то, да? А нет у вас такой возможности. Не надо себя мучить этими всякими мыслями. Живите так, как вы живёте. Или купите немножечко поменьше, чем вы в голове мечтаете. Потому что, если вы не исполните своё желание, можно так и в депрессию впасть. Вы знаете что? То есть я хочу сказать, что нужно свои возможности как-то немножко кумекать и математически просчитывать со своими желаниями. Какие-то свои желания, конечно же, надо немножечко как-то губу закатать, так скажем. Вот, как я это очень часто делаю. Потому что, ну, я понимаю, что чего-то я могу в своей жизни, чего-то я не могу в своей жизни. Потому что возможности, они бесконечные, возможности бесконечные. А вот конкретные твои дела, они, как правило, какие-то конкретные твои дела. Понимаете? Так, что-то я очень реалистка сегодня. Какая-то я реалистка сегодня. Но, главное, если ты какую-то маленькую хотя бы задумочку задумал, а потом раз, сделал это, маленькую какую-нибудь, маленькую хотя бы. И так радостно на душе, какое-то удовлетворение наступает. Вот каждый день, каждый вечер перед тем, как мы засыпаем, да, многие, наверное, как-то день прокручиваешь в голове, пустой ли день был, не пустой ли день, какие-то полезности сделали ли мы, или просто жизнь пробили баклуши. Если хоть одно дело было с пользой, по вашему разумению, конечно же, то сразу засыпаешь с лёгкой душой, или ты какое-то дело сделал, или кому-то улыбнулся, или кому-то доброе слово сказал. Неважно, главное, что-то ты сделал полезное. И ты засыпаешь, тебе так хорошо, день прошёл, не зря. А к чему я всё это? Ой, наверное, к тому, чтобы мы реально смотрели на жизнь, иначе, если чего-то там, вот девушки обычно любят мечтать, найти себе какого-то богатого принца, чтобы всё и сразу, как наши вот передачи особенно учат, давай поженимся, это отдельный разговор, это ужасно. А девушки годы идут, а девушка не может найти себе такого парня, потому что она порой себя оценить реально не может. Нужна ли она такая вот какому-то парню, богатому, умному и перспективному. А девушка ждёт, ждёт этого парня, а ей уже там 25, 26, 30, а она в итоге не дождалась. И чего? Очень высокие требования. Это я просто пример такой привела. Потому что очень многие высокие требования в другом отношении у людей. То есть, если ваши мечты будут реальными, желания, то Новый год будет таким, как мы и раньше с вами об этом говорили. Волшебным, сказочным и принесёт много-много радости и счастья, и благополучия, и прочего, и прочего. Но надо шевелиться, надо работать, надо быть активными. И не ждать, например, от другого человека чего-то. Вот рядом с тобой твоя семья живёт, иногда, или муж, или жена, ну как-то вот злоупотребляют друг другом. Например, как говорится, гол в одни ворота. Например, жена сядет на шею к мужу, ножки свесит. Мне это хочется, это хочется, это, это. Это неправильно, я считаю. Или муж, например, скажет, что ты там, не оценивая женские какие-то домашние даже хлопоты с детишками, с какими-то домашними делами. Я работаю, зарабатываю деньги, а ты сидишь, ничего не делаешь. Тоже нехорошо. То есть нужно правильно оценивать друг друга и понимать друг друга, и не злоупотреблять друг другом. И от этого жизнь, я к чему это говорю-то? Что не надо сидеть и ждать какого-то волшебника извне. Нужно друг для друга делать волшебство каждый день. Я имею в виду волшебство такое вот человеческое наше, которое направлено на доброту, на любовь, на тепло, на заботу друг о друге. И если даже люди друг о друге заботятся, это уже какое-то волшебство. Ты получаешь каждый день какую-то заботу, это и есть волшебство на самом деле. Любовь – это и есть волшебство. Какое-то доброе слово или какое-то прикосновение – это и есть волшебство. Поэтому волшебство – это такое понятие, это на самом деле земное. Так что наступивший 20-й год, как ты ни крути, ни верти, всё равно получается волшебным. Зимным, но волшебным. Так что начинаем Новый год оптимизмом, с оптимизмом. Мы сейчас поедем в аэропорт встречать Грейс. У неё уже закончились калифорнийские каникулы. Сегодня у неё самолёт. Мы её встречаем, и она сюда приезжает. И дальше у нас будет новогодний праздник с Грейсичкой. Скоро с вами увидимся. Хотела сказать – не переключайтесь. Скоро с вами увидимся. Давайте, мои хорошие, обнимаю вас. Ещё раз с наступившим волшебным, реальным, земным Новым годом!